В одном из отмеченных проектов научно обоснована эффективность развития мясного скотоводства. Крупный рогатый мясной скот привозят в регион уже не один год, но объемы производства мяса пока растут не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Ведь мясное скотоводство единственная доходная часть – это сам теленок. Сама мама корова, она, собственно, питается, потребляет ресурсы. Если она не дала вовремя потомство, и то потомство не набрало тот вес, колоссальный вес, с хорошими данными по привесу, то он на себя не окупит. Эта отрасль будет заведомо убыточной. Для развития аграрного сектора сегодня необходимо возрождение овцеводства. Эта отрасль незаслуженно забыта в нашем регионе. Проект Нижегородской сельхозакадемии доказывает преимущества отдельных пород, которые помогут решить проблему дефицита баранины на наших прилавках и, как последствия, ее высокой цены. Она дорогая, потому что она отличается рядом особенностей. Это единственное такое мясо, в котором на один килограмм содержится 250 миллиграмм холестерина. Вот для сравнения в говядине 750 миллиграмм, в свинине – 1250-1270 миллиграмм. Специалисты сельхозакадемии первыми разработали научную методику определения ущерба плодородного слоя почвы. Сейчас она уже активно применяется в российской судебной практике. Очень часто к нам обращаются нарушители. Обращаются на разных этапах. На этапе проектирования для того, чтобы понять, какую сумму заложить в проект и чтобы впоследствии не возникало проблем. Уже когда воздействие совершено и возникают какие-то конфликтные ситуации, собственно, эта методика отработана на практике и уже имеет очень широкое хождение как на территории Нижегородской области, так и за ее пределами. Сейчас рекомендации наших ученых уже используются во многих регионах России. Причем у наших соседей они применяются гораздо чаще. Ирина Чало, Алексей Калякин. Объективно. ННТВ.